МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эфире телекомпания Город. Программа вызов принят. Здравствуйте. С вами Олеся Харлина. Главная тема сегодня. Абули. Полицейские задержали банду, которая наживалась на краже колес. Особенности правосудия. Обидел полицейский, готов свидетелей. Обидел полицейского, готовься в тюрьму. Мифический монстр Кунгура. Кто и почему удержал в страхе всю округу? В Рязанскую больницу на днях доставили жительницу Александра Невского района. Пострадавшая получила 18 ножевых ранений от бывшего сожителя. Ситуация отягощается тем, что женщина беременна, но, к счастью, ранения оказались непроникающими. Сейчас ее жизни и жизни плода ничего не угрожает. По словам следователя Скопинского МСО Романа Силуянова, в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство». 34-летний выходец Кавказа пришел к бывшей сожительнице на работу в супермаркет и, не стесняясь посторонних, начал выяснять семейные отношения. Известно, что у фигурантов есть совместный ребенок, и в июне должен появиться второй. Но в последнее время сожители часто ссорились и решили пожить отдельно. Если вина мужчины будет доказана судом, разлука может продлиться до 10 лет. Месть, как водится, блюдо холодное, но двое рязанцев в минувшие выходные решили его хорошенько разогреть. Им предстоит ответить за ложные сообщения об актах терроризма. 30-летний житель Песочни сообщил, что в одном из кафе на улице Гагарина заложено взрывное устройство. Таким креативным и, главное, противозаконным способом он решил поквитаться с приятелями, с которыми поругался во время совместного отдыха в этом самом кафе. В итоге наказал только себя. Уголовная статья за такое правонарушение предусматривает до трех лет лишения свободы. Аналогичное наказание ожидает и другого шутника. По его сценарию, бомба была заложена в магазине на улице Великаново. Понятно, что взрывотехники тоже ничего не нашли и напрасно эвакуировали персонал и посетителей. И все из-за того, что обидчивый муж решил наказать сотрудников торговой точки за недавнее увольнение своей супруги. Если слабые нервы, смотрите классику господа, а не кровавые зарубежные боевики. Либо досматривайте их до конца внимательнее. Отрицательных героев всегда ожидает расплата. То, что гости из Восточных Республик едут в Рязань преимущественно ради работы, твердят все без исключения защитники мигрантов. Почему-то не обращая внимания, что как раз их способы заработка и попадают в криминальные новости. Полицейские задержали иностранных студентов, которые успели разуть около двух десятков машин. Они с трудом объясняются по-русски, но прекрасно понимают, что стражи порядка закрыли весьма прибыльную лавочку. Подробности в репортаже Владимира Голева. От дежурного было получено сообщение о том, что на улице Белякова производится кража колес с автомобиля. Так как маршрут патрулирования наш, мы выдвинулись сюда. Ясно было, что не на себе колеса понесут, повезут на автомобиль. А сколько времени пошло с кражей, тоже неизвестно было. Подозреваемые практически сами выехали на приближающийся наряд. Водитель предъявил документы, то есть все у него было в порядке. Я заглянув в салон, открыл дверь, увидел там двух молодых людей и колеса с автомобиля. Задержанными оказались жители Таджикистана братья Атоевы и перевозившие их уроженец Азербайджана Беларов. За одну только эту ночь парни успели снять колеса с трех автомобилей. Как вы вообще работали? Ездили, смотрели, какие машины там, колеса какие. У кого нету сигнализации, у того снимали колеса. Младший из братьев успел поучаствовать уже в нескольких подобных преступлениях. Сколько вы всего колес сняли? Этой ночью две колеса сняли, две машины сняли. А до этого? До этого семь или восемь со мной сняли, это мой брат. А потом они вдвоем. На счету старшего, как выясняется, порядка двух десятков преступлений, после которых автомобили оставались без колес. Я месяц назад начал, других не знаю. Я признался в автомобиле. Узел прессы освещать факты, особенно осторожно, если дело касается выходцев с Кавказа. Но о каком мирном труде мы говорим, когда на счету 18-летнего юноши уже около десятка краж, если верить его же показаниям? Двое из участников преступной группировки сейчас под арестом. А сейчас о контрастах правосудия. Если помните, некоторое время назад местная пресса смаковала подробности полицейского беспредела в поселке Солочи. Когда изрядно пьяные оперативники Михаил Шандарин и Степан Рахимов решили подкрепиться шашлыком в местном кафе. В роли потерпевшего оказался шашлычник, он же местный сторож и, как выяснилось, школьный приятель одного из бывших стражей порядка. Его попытки объяснить, что время позднее и кухня закрыта, закончились плачевно. Потерпевший, достоверно зная, что перед ним находятся сотрудники полиции, был вынужден подчиниться их незаконным требованиям и проследовать автомобиль Шандарина, и, соответственно, проехать с ними в полянский отдел полиции. Где и началось самое интересное. Стражи порядка вспомнили нераскрытые двойные убийства и решили, что статистику необходимо срочно улучшать. Потерпевшего били, оскорбляли, таскали из кабинета в кабинет, надевали на голову пакет и даже стреляли в него из газового пистолета. Все это время Шандарин Рахимов пытались, так скажем, выбить показания из потерпевшего. На это он, так как данного преступления не совершал, отказывался от дачи каких-либо объяснений. Экспертиза установила, потерпевшему нанесен вред средней тяжести. Понятно, что виновники преступления признаться не спешили и долгое время находились в розыске. Шандарин Рахимов, являясь оперативным сотрудником полиции, достоверно зная методики и тактики расследования уголовных дел, оказывали активное противодействие органам предварительного следствия. Расследование было непростым. Одним из свидетелей по делу оказался действующий сотрудник полиции. Задержанные всерьез верили в безнаказанности. Более того, сам потерпевший признался в том, что не стал бы заявлять о беспределе, если бы в него не стреляли. Итог таков. Шандарину один год восемь месяцев, Рахимову три года условно. Оба лишены права занимать определенные должности сроком на два года. Теперь, собственно, о второй стороне медали. Самый банальный случай. Жители одного из домов увидели в окно драку и поспешили вызвать полицию. Сотрудники приехали быстро и бросились хулиганов догонять. Пробежав примерно 10 метров, один из ППСников попытался догнать его. Что у него и получилось. Он схватил данного молодого человека за руку. Молодой человек, недолго думая, разворачиваясь к сотруднику ППС, нанес ему удар в область лица. Вред здоровью оперативника нанесен легкий. Но, грубо говоря, Фингал может стоить дебоширу, внимание, до 10 лет лишения свободы. Поскольку сотрудник полиции находился при исполнении, и задержанный, выражаясь понятным языком, мешал ему исполнять служебные обязанности. Философию каждый извлечет свою. Кстати, на будущее. Одного заявления, что вы пострадали от действий сотрудника полиции, недостаточно. Так что, когда будете уворачиваться от пуль, запасайтесь свидетелями. Более трех тысяч лет назад в темных-темных лесах, в самой гуще деревьев, согласно древним славянским мифам, поселились чудо-лесные. В народе нечисть или нежить. И с тех пор, как заблудится путник, так скрипят над ним ветки, рычат звери невиданные и заманивают чудище его в логово свое. Мифы о лесных чудовищах популярны по сей день, особенно в свете того, что данные о снежном человеке и других неизвестных, возможно, мифических существах постоянно обновляются. Это Кунгур. Древнее поселение недалеко от Перми. Когда-то здесь проходил знаменитый Сибирский тракт. В летописях сохранились свидетельства о таинственных людях, живших в жерле, ледяной или чертовой пещеры, которые совершали набеги на русских поселенцев. Считалось, что они построили особое городище и надолго ушли жить в пещеры. Заезжие зеваки до сих пор не прочь осмотреть загадочную территорию, за умеренную плату. Но в 1983 году Кунгур стал местом паломничества далеко не туристов, а милицейского начальства. Город с 70-тысячным населением буквально трясся от страха. За короткий срок жестоким нападением подверглись сразу несколько женщин. Те, кому удалось чудом выжить, рассказывали невероятные подробности. Перепуганные потерпевшие твердили о чудище, которое гналось за ними, ломая ветки деревьев. У невиданного до сих пор существа горели глаза и светилось лицо. А еще, как им показалось, он был очень силен и издавал страшное рычание. «Прямо собака баскирвили», – шептались местные. Но кто издает душераздирающий хрип в окрестностях Кунгура? На местах преступлений сыщики находят лишь разорванную в клочья одежду и странные нечеловеческие следы. Может, кто-то держит у себя дрессированного тигра? Но монстр не ест своих жертв, а жестоко насилует, грабит и доводит до состояния шока. Постепенно следствие приходит к заключению. Монстр – вовсе не мифическое существо, а очень сообразительный серийный убийца. Он выходит на охоту в темное время суток и часто нападает в районе железнодорожных станций. А безумные горящие глаза и страшная гримаса – ничто иное, как искусно сделанная маска. Скорее всего, с применением фосфора. Эта ниточка приводит оперативников на крупнейший кунгурский машиностроительный завод. Именно там можно было достать ту самую фосфорную краску. Но руководство завода сильно возмущено. Среди передовиков маньяков быть не может. В 1877 году на базе учебных производственных мастерских Кунгурского губкинского технического училища было налажено производство оборудования для кожевенных предприятий, изделий для сельскохозяйственных нужд и других промышленных продуктов. В 1931 году мастерские были преобразованы в школу-завод для обучения рабочих. Сегодня предприятие славится крупнейшими буровыми и ремонтными агрегатами. Но проверка на заводе ничего не дала. Тогда следователи воспользовались старым и уже проверенным способом – ловлей на живца. Я не могу видеть вас несчастным. Я предлагаю вам искреннюю, нежную дружбу. Только дружбу. Да. Я буду вашей маленькой любящей сестренкой. Я давно мечтала о таком славно-симпатичном братике. Вы подписываете мне смертный приговор. Каждый вечер в город выходили десятки переодетых в девушек мужчин. В темноте они еще больше походили на потенциальных жертв. Благодаря этой спецоперации удалось задержать много дебоширов, хулиганов и грабителей. Местные воришки быстро смекнули. Пока есть страх перед маньяком, проще всего вырвать у растерянных женщин ту же сумочку. Но поймали серийного убийцу совершенно случайно белым днем. Мужчина заметил подозрительного охотника на железнодорожной станции. На нем была теплая фуфайка и, главное, на шее висел бинокль. Почуяв неладный, он попытался убежать, но был обезоружен ловкой обходчицей. Это был местный житель Николай Гридягин. Николай Гридягин был судим за кражу. Сидел в зоне, и тут у него возник умысел, чем он заниматься будет после зоны. Он решил заняться фотографией, но не обычной фотографией, а порнографической фотографией. Решил завлекать девчонок, снимать их на фото в каких-то порнографических, эротических съемках, а потом эти фотографии продавать заключенным в колонии. В общем-то, так прикинул, что этот бизнес у него должен был хорошо пойти. Почему Гридягин не попал в список подозреваемых, как ранее судимый, непонятно. Своего отношения к местам не столь отдаленным он никогда не скрывал. Это неприглядное прошлое выдавали и татуировки в виде крестов на груди и свастика на левой руке. После того, как бывший уголовник женился и завел двоих детей, настало время вспомнить о давней мечте – стать порнографом и развлекать собратьев за решеткой. На ворованные деньги впоследствии купил фотоаппаратуру, создал свою студию, так называемую, в квартире, и стал агитировать девчонок, сниматься в таких съемках с порнографией, с эротикой. Но уже скоро увлечение оказалось далеко от искусства. Красивые ракурсы и стройные тела ушли на второй план. Маньяка интересовало другое. Он грубо требовал близости и буквально зверел, когда жертвы готовы были вырваться из квартиры под любым предлогом. Разозлившись на весь женский пол, он тогда решил нападать на женщин и сделал себе маску, обмазал ее фосфорной краской. И вот ночью, неожиданно, когда женщины где-то там в темных заголовках шли, он стал нападать на них, насиловать в ряде случаев, убивать. Говорят, на совести Гридягина более полусотни жертв. Сколько девушек он успел заманить на свои так называемые фотосъемки, и вовсе остается неизвестным. Но советский гуманный суд приговорил его только к 15 годам тюрьмы. Он всерьез рассчитывал выйти на свободу, купить домик на побережье Краснодарского края и жить в свое удовольствие. Только после многочисленных протестов горожан его, наконец, приговорили к расстрелу. А выговорить общественное мнение ни на что не влияет. Еще поэт из Александрии Клавдий Клавдиан сказал «Поздно признаваться в ошибке, когда весь корабль под водой». Меняйте курс от опасных рифов, пока есть такая возможность. На сегодня все. Удачи! Редактор субтитров А.Семкин